Однопартицы Полякова на последней пленарной неделе настояли на дополнительном выделении сотен миллионов гривен для проекта «Стена». В то же время НАБУ, расследуя дело о хищениях при строительстве Евровала, выяснили, часть бюджетных денег стекалась на счета фиктивной фирмы со штатом «Один человек». Что узнали правоохранители и много ли еще финансовых дыр в стене? Далее в материале. Невидимая «Стена». Из года в год деньги из госбюджета для Евровала выделяются, но готов он только на 15%. И это за два с половиной года. В НАБУ выяснили, часть денег до стройки просто не доходит. О результатах расследования пока сообщать не спешат. Но некоторые детали дела удалось узнать из судебных решений. Схема такова. Госпогранслужба в 2015 году выделила трем фирмам 175 миллионов гривен. Те часть денег перевели на счета компании «Киттрейд», которая, кстати, была создана в том же году. О точной сумме перевода неизвестно. Директор компании обналичил около 4 миллионов. Остальное перевел на счета других предприятий с признаками фиктивности. Мы попробовали отыскать эту компанию. По юридическому адресу – жилой дом. Здесь виртуальный офис, где зарегистрировано свыше 100 фирм. Среди них, как оказалось, «Киттрейда» нет. Когда-то была здесь такая компания, но они уже давно здесь не находятся на адресе. А давно это? Ну, еще в 2016 году они съехали. Ну, не были, они только здесь один год находились. По фактическому адресу правоохранители компанию тоже не нашли. В том же решении суда значится в штате предприятия всего один человек – директор. А значит, компания фиктивная. Кроме того, это подтверждает и свидетель – первый директор «Киттрейда». Ею оказалась уборщица, которая ничего о компании не знает, но рассказывает, что в апреле 2015-го за 500 гривен дала доверенность незнакомому мужчине для предпринимательства от ее имени. Какую сумму удалось провести через эту фиктивную фирму и установили ли правоохранители личность подозреваемого – пока тайна следствия. Но это не последнее дело о хищениях во время строительства стены. В ГПУ и СБУ также расследуют присвоение 100 миллионов гривен. Деталей немного. Известно только, что к этому могут быть причастны и чиновники погранслужбы. «Стройка века» – это проект главного фронтовика Арсения Яценюка начинался как нечто грандиозное. По крайней мере, он сам так его анонсировал. Стена, которая должна была остановить российское вторжение на деле – металлическая сетка, ров, вал, смотровые вышки и камеры видеонаблюдения. И все это недешево. Общая стоимость проекта – 4 миллиарда гривен. Стену уже замуровали 600 миллионов. А в этом году сначала выделили 200, затем, под нажимом Народного фронта, еще 300 миллионов. Полмиллиарда. Интересно, сколько же денег из этой суммы растеряется по дороге.